Аплодисменты Привет. Может быть, придём? Ты же хотел только завтра. Нет. Я думала, что ты, наверное, голодный, да? Голодный приготовил тебе яичницу или омлет? Нет, спасибо. Я думала, ты на меня злишься. Я тебе тут же перезвонила вчера, но ты уже не взял труппу. Видимо, отключил телефон. Я только хотела тебе сказать, что я вчера вела себя по труппу. Ничего, ничего. Если ты не хочешь, можешь его надевать. Ты его не подозреваешь. Да, давай забудем об этом. А я за последнюю неделю похудела на 2 кг. Ну как? Замекте? Нет. Ну, во всяком случае, заметно. Подожди, что-то случилось. Что? Ну, он сказал, что... Я приехал сегодня вечером, чтобы поговорить с тобой об одном важном деле. Я влюбился, понимаешь? Все это неслыханно смешно и, возможно, чистое безумие. Да, очевидно, это безумие. Мы познакомились с ней на конгрессе в июне. Собственно, она еще студентка. Готовится к экзамену. Я не знаю, что из этого получится. Она не представляет собой ничего особенного. Я вообще уже ничего не знаю. В общем, с одной стороны, я доволен. А с другой, я чувствую угрызение совести по отношению к тебе и детям. Ведь у нас всегда все было хорошо. Ну, во всяком случае, не хуже и не лучше, чем у других людей. Ну, скажи что-нибудь еще по тебе. Да, я не знаю, что сказать. Ты, наверное, считаешь, что я поступил неправильно, что я не сказал тебе раньше. Но я сам не знал, как все получится. Я думал, что это пройдет, что это случайность. Я не хотел тебя обманывать. Что-то так странно. Я ничего не знала. Я ничего не знала. Я не знала, я не замечала. У нас все было как обычно. Ты был такой милый. Я бегала, как у тебя одна дурочка. Я ничего не понимала. Я ничего не понимала. Ты ничего не увидела. У нас никогда не было особенно дальновидным. А что она не приняла? Ты не знаю. Я не знаю. Да. Так, стоп. Ты что, ты хочешь сместись? Ты хочешь мне жениться, да? А почему такая спешка? Почему ты мне решил сказать об этом сегодня вечером? Завтра днем мы уезжаем в Париж. Я хочу быть с ней. Я не могу без нее. В общем, завтра днем мы уезжаем. А вот сейчас, когда я сижу здесь дома с тобой разговариваю, я хочу заплюнуть на все на это. Я чувствую страх и усталость. Вот что может быть банальнее и смешнее, чем вот это? Пойдем спать. Подожди, я тебе рада мне уезжать. Ты долго там работаешь. Я взял отпуск на 6 месяцев и получил его. И ты думаешь, я вот здесь оставлю тебя ждать? Да плевать! Плевать мне на это! Знаешь, как долго я отдаю это в себе? Не вот эту вот историю с Павловой, а мысль оставит тебя в дом и детей. Хватит, не говори! Четыре года я хочу тебя бросить! Прекрати! Прекрати! Так, черт возьми, сядь! Сядь и слушай! Хотя ты ни на квоту не способна понять! Я хочу лишь вырваться из всего этого, хотя бы на какое-то время, сделать первый шаг! Знаешь, что меня больше всего надоело? Твои противные рассуждения. Что думает дядя? Что думает твоя мама? Как там устроить тот или иной вечер? Ее, как бы ты, бедняга! Благодарю, мне не нужно твое сочувствие! А ты не мог бы отложить поездку? Нет, не возможно. А если я тебя очень попрошу? Нет смысла! Нет смысла! Ехан, ну пожалуйста! Я еще очень прошу! Ну пожалуйста! Ну пожалуйста, обожмите! Вы поняли, что нашла ошибка! Мне поправить за страх! Ехан, это как нигде! Ты знаешь, что мне это совершенно факт! Ты знаешь, что мне это совершенно факт! Ты знаешь, что мне существует! На себя положение! Ехань! Я веду себя как негодяй! Прекрасно! Да! Ну тогда расскажи мне! Расскажи мне об этой, как ее? Паули? Вот зачем? Я хочу! Я хочу! Я хочу знать, какая она! Гораздо хуже представляет тебе человека, которого ты не видел! У тебя же есть ее фотография? Вот, приняли себя! Очень красивая ты! И грудь очень красивая! Да! Очень красивая грудь! Югунской фейлер! 19! У нее нет никаких иллюзий! Она говорит, что рано или поздно я вернусь к тебе! И что перед тобой у нее нет никаких шансов! Я хочу, чтобы ты не сидела в моих объятиях! Югун! Ты можешь что-то сделать? Хотя бы ради наших старых других! Что это? Мы с Валютом! Вольем! Все равно не успеем! Югун! Дядь! Я собираю вещи и уеду! Нет! Только ты меня! Ты и там! Мне стыдно! Смороку-мороку! Возможно, через неделю я вернусь! Ты же не можешь оставить меня на месте! Правда, повещай мне, что ты вернешься! Пожалуйста! Тогда вы хоть что-то знали! Я должен ехать! Наши мы будем. Должен ехать! АПЛОДИСМЕНТЫ